Здравствуйте! Очередной выпуск «Активатики» с бодрыми новостями гражданского активизма на этой неделе. 24 января в Парламентской ассамблее Совета Европы по СЕД при участии активистов из России состоялась дискуссия по теме «Реальная цена дешевого путинского газа». Обсуждали целесообразность и допустимость очередного мегапроекта «Северный поток-2. Нордстрим» в условиях экономических санкций. Проект стал широко известен благодаря планам прокладки трубы через Кургальский заказник Ленинградской области. Против этого решительно выступают российские экологи, но ущерб заказнику – это только одна из проблем, связанных со строительством трубы. Россию в дискуссии представляли Наталья Арно, президент Фонда Свободной России и известная эко-активистка Евгения Чирикова. Участники дискуссии рассказали по СЕД о том, что с 2012 года объемы продажи газа в Европу увеличились в полтора раза у России, при этом цена упала почти вдвое. Цена газа для Европы упала даже в рублевом эквиваленте, при том, что курс рубля, мягко говоря, снизился. Внимание! При этом для самих россиян газовые цены только росли. Пока некоторые ревнители оскорбленных чувств и народная избранница Дропека истерят по поводу сатиры на Сталина и утверждают на голубом глазу, что Россия сейчас живет в условиях войны, Россия снабжает газом потенциального или реального противника по сниженным ценам. Это что же такое получается? Может, нефтегазовые доходы в изобилие поступавшие в российский бюджет в течение последних 10 лет сделали богачами наших врачей, учителей и пенсионеров? Вы это заметили? Может быть, в России закончились негазифицированные деревни? Да нет, они существуют. Получается, что российские власти обеспечивают Европу дешевым газом за счет россиян. А реализация проекта Nord Stream 2 будет работать исключительно на эту тенденцию. Так вот, никакой войны, слава богу, не существует. И оскорбляться в пору не на кино, а на цирк, который устраивает наши власти, выжимая из России последние ресурсы ради обогащения коррумпированной элиты. По результатам дискуссии в ПАСЕ были подготовлены рекомендации для Европейской комиссии, суть которых заключается в том, чтобы изучить деятельность Газпрома на предмет коррупционных нарушений, а также оценить угрозы Nord Stream 2 для экологической ситуации в Европе, а также экономической, ну и политической. И снова о хорошем. Деятельность гражданских активистов на прошлой неделе принесла не одну победу справедливости и здравого смысла в российских городах. В Нижнем Новгороде жители, боровшиеся против застройки природной территории Почаинского оврага, заручились поддержкой нового мэра города Владимира Панова. Он рассказал на встрече с активистами и жителями в среду 24 января, что застройка Почаинского оврага – это преступление против историчности Нижнего Новгорода. При этом он обратился к застройщику с просьбой вернуть в городскую казну 37 миллионов долга и впредь сотрудничать с жителями города при планировании инвестиционных проектов. У градозащитных активистов в Петербурге свои радости. Застройка обширной территории, на которой в том числе должен был появиться скандально известный жилищный комплекс «Планетоград», признана незаконным. Соответствующее решение 22 января вынес городской суд Санкт-Петербурга, который отменил проект планировки территории. Истцами в процессе, длившемся несколько месяцев, выступали активисты-защитники Пулковской обсерватории, а ответчиком было правительство города. Застройщик ООО «Моргал Инвестментс» уже начал возводить жилищный комплекс «Планетоград» на территории Пулковской обсерватории при попустительстве руководства этого учреждения. Стройка расположилась на территории зеленого пояса «Слава» Санкт-Петербурга, то есть на том месте, где шли самые ожесточенные бои в годы блокады Ленинграда. Юрий Дмитриев вернулся в Петрозаводск под домашний арест, но это тоже можно считать победой. Глава Карельского мемориала Юрий Дмитриев освобожден из следственного изолятора. Там он находился в заключении с 13 декабря 2016 года. По сомнительному подозрению в изготовлении детской порнографии. Речь шла о фотографиях приемной дочери Юрия Дмитриева, которой он по собственному объяснению делал в медицинских целях, чтобы следить за развитием ребенка. Характерно, что в материалах дела отсутствовали какие-либо обвинения Дмитриева в распространении этих фото. Так каким же образом возбудившие дело полицейские узнали о файлах, хранившихся только в домашнем компьютере Дмитриева? Это осталось загадкой. Как остается загадкой и появление наркотических веществ в машине главы чеченского мемориала Аюба Титиева. За свободу этого правозащитника пока еще придется побороться. Субтитры создавал DimaTorzok